Переработать весь объем сбережений. Глава Минэкономразвития высказал мнение, что россияне стали меньше потреблять и больше сберегать деньги. От 100 тысяч до 1 миллиона. У предпринимателей региона появится возможность получить микрозаймы. С главными событиями дня в студии Ирина Цепетова. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев предложил создать современную структуру экономики. По его словам, сложные условия должны способствовать созданию современной структуры экономического сектора в стране. Об этом он заявил на совещании по финансово-экономическим вопросам. Самый актуальный из них сегодня – оптимизация бюджета, на который давит ценовая конъюнктура на нефтяных рынках. Но, отметил Медведев, сокращение бюджетных расходов необходимо провести без урона для экономического роста и наметившихся позитивных тенденций в отдельных отраслях. Это касается сельского хозяйства, металлургии, отдельных сегментов химической промышленности, машиностроения, сельхозмашиностроения, железнодорожного машиностроения. Даже в нынешней ситуации можно и нужно в каждой отрасли найти адекватный набор мер, который позволит поддержать эти новые точки роста и постепенно выйти на устойчивое развитие всей экономики, указал Дмитрий Медведев. «Понятно, что это нужно делать при любой динамике сырьевых цен, иначе к теме сокращения бюджета мы будем постоянно возвращаться. От цели создания более современной структуры экономики в целом мы не должны отказываться даже в этих сложных условиях», – добавил премьер-министр. Напротив, может быть, только сейчас у нас появилась возможность это делать максимально энергично. Сокращение расходов – это только часть текущих бюджетных задач правительства. Параллельно нужно искать варианты для увеличения доходов. Определенные идеи по увеличению доходной части бюджетом, сокращению расходов уже поступили от Министерства финансов. В частности, Минфин предлагает ускорить приватизацию, а также меры по повышению эффективности компаний, контролируемых государством. Конкретные предложения по приватизации уже разрабатываются. Речь по словам министра экономического развития Алексея Улюкаева идет о приватизации Сбербанка и ВТБ. Сотрудники министерства подготовят соответствующий пакет предложений. Глава Минэкономразвития считает, что такие активы привлекательны во всем мире. Глава Минэкономразвития высказал мнение, что россияне стали меньше потреблять и больше сберегать деньги. Поэтому необходима развитая банковская система, которая способна перерабатывать весь объем сбережений. Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что нужно одновременно приватизировать Сбербанк и ВТБ. Так, по его мнению, будет создана конкурентная среда. Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в правительстве рассчитывают получить от продажи активов в 2016 году около 1 триллиона рублей. Разработка выгодных моделей бизнеса. Над этим в наступившем году будут работать специалисты Фонда поддержки предпринимательства. Кроме того, будет продолжено осуществление информационно-консультационной поддержки предпринимателей и содействие в подготовке документов для подачи заявок на конкурс грантов. А новым направлением работы станет оказание услуг по микрофинансированию. Микрозаймы будут предоставляться размером до 1 миллиона рублей и выдаваться на срок от 3 до 36 месяцев. На эти цели в бюджете округа предусмотрено 6 миллионов рублей. Микрофинансирование – это такой маленький займ для начинающих предпринимателей и для действующих предпринимателей. Человек подает заявку в фонд микрофинансирования. Основная цель фонда – это рассмотреть в кратчайшие сроки данную заявку, потому что практика показывает, предпринимателям нужны деньги вчера. Это основная проблема, основная задача. Поэтому срок осмотрения кратчайший – 10-15 дней, не больше. Второе – что такое дешевые ресурсы? Фонд существует за счет федеральных и региональных денег. Соответственно, это не деньги вкладчиков, это не деньги Центробанка и так далее. И у фонда есть возможность выдавать займы процентной ставкой от 5 до 10% годовых. Также в числе финансовой помощи будет и предоставление гарантии. Фонд будет отвечать перед банком-партнером за исполнение заемщиком его обязательств по кредитным договорам. Объем финансирования по этой статье в бюджете НАУ составляет 20 миллионов рублей. В Неницком округе объявились мошенники, которые втираются в доверие к пенсионерам. После нескольких минут душевных разговоров им продают товары сомнительного качества по завышенным ценам. Дорогое удовольствие жителей региона беспокоит стоимость, за которую им предлагают покататься на коньках. Дорогое удовольствие жителей региона беспокоит стоимость, за которую им предлагают покататься на коньках. Так в центре внимания оказался Ледовый дворец Труд. Час фигурного катания там обойдется в 200 рублей. Столько же придется заплатить, если нет своих коньков. Итого почти полтысячи. С этой проблемой жители обратились в местное отделение Общероссийского народного фронта. Фронтовики тоже посчитали такие расценки завышенными и организовали рейд по городским каткам. По субботам и воскресеньям Ледовая Арина Дворца Труд открывается для массовых катаний. Право на бесплатный вход есть у детей до 7 лет. Но на лед они могут выйти только в сопровождении родителей. Для детей с 7 до 18 лет, инвалидов, пенсионеров по старости, ветеранов войны и локальных войн действует 50-процентная скидка. Для остальных категорий часовое катание обойдется в 200 рублей. Столько же придется заплатить за прокат коньков и экипировки. Эта совокупная стоимость 60-минутного развлечения и возмутила жителей Наринмара, которые обратились в местное отделение ОНФ. Дороговато все-таки для граждан, для молодежи. И хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, ценовая политика пересмотрелась бы руководителями. Цены им озвучены сверху. И они поясняют, что цены у них достаточно устремленные, в том числе и по России. Такие же примерно цены, как везде. Опять же, мы хотим, чтобы это было немножко все-таки доступнее для наших граждан. Директор Ледового дворца труд Алексей Гербов с возмущениями в корне не согласен. Кроме бесплатного катания для детей до 7 лет и 50-процентной эскидки для отдельных категорий граждан, в Ледовом дворце есть масса шансов выйти на лед, не заплатив за это ни копейки. У нас детские занятия, ледовый хоккей, и вот фигурное катание пока нет, но так же будет оно. То есть это бесплатно. Пожалуйста, записывайте детей в бесплатные группы. Это раз. Второе, у нас посещают школы. Почти все школы города. Третий урок физической культуры. В утреннее дневное время. Мы их бесплатно привозим на автобусе на своем. Они здесь бесплатно занимаются с нашим инструктором. Их бесплатно вывозим обратно. Кроме того, бесплатно выйти на лед школьники могут и в каникулярное время. По словам Алексея Гербова, наиболее активные школы отправляют свои заявки и просят предоставить время для своих учеников и их родителей. На такие просьбы в труде откликаются с большим удовольствием. Платное посещение рассчитано скорее на взрослое население, уточняя дирекция дворца. Впрочем, для тех, кто не согласен с прескурантом труда, есть альтернатива. Открытый каток старта. Час катания для детей до 18 лет и взрослых здесь стоит 20 и 30 рублей соответственно. На прокат коньков тоже действуют весьма демократичные цены. В зависимости от погоды. Если погода хорошая, вот как эти были выходные, то, конечно же, детишек много. У нас свободный доступ. Конечно, у нас очень большая конкуренция здесь вот рядом. Но мы выиграем в ценовой политике. У нас это все намного дешевле. Помешать катанию может только погода. При температуре ниже минус 25, открытый каток не работает. Ирина Цепитова, Александр Дуркин, Телеканал Север. Вошли в доверие к пенсионеркам и продали по завышенной стоимости. В Ненецкий округ наведались с корабейником. Работают купцы по отлаженной схеме. Звонок в дверь, приглашение на собрание, несколько минут душевных разговоров. А потом пенсионеры приобретают чудо-технику, которая излечится от всех болезней. Но о том, что приобретенный товар стоит в разы дешевле, покупатели понимают лишь после совершенной сделки. Пришел мужчина, в возрасте уже, можно сказать, ну пусть молодой, на собрание во второй подъезд. Я говорю, по какому вопросу? Он сказал, по льготам для пенсионеров, для пожилых людей. Беспокоит ли здоровье, а может родственники болеют? Такие вопросы задавали доверчивым пенсионеркам, заезжие из другого региона купцы. По словам одной из женщин, неизвестные позвонили в квартиру и пригласили ее на собрание по вопросам ЖКХ. И вот девушка как горохом сухала, сухала, что-то там говорила. Я сути не поняла, я думаю, что впереди собрание-то все. Оказывается, может, закончилось все. В итоге по теме ЖКХ пенсионерки ничего не услышали. Зато запаснословные суммы приобрели чудо-аппараты. Одна из потерпевших купила электронный миостимулятор Body Time. На просторах всемирной паутины его цена колеблется от 600 рублей до 2000. Женщина за электронную штуковину отдала аж 14. Своё лицо пенсионерка попросила не показывать и от интервью отказалась. Её интересы представила соседка. Анна Булатова считает, что это дело попахивает мошенничеством. Понятно, что это аферисты, являются хорошими психологами, следом пошли за этими людьми, то есть не стали предлагать им на улице. Только в этом доме жертвами корабейников стали три женщины преклонного возраста. Сколько всего таких случаев произошло в окружной столице, непонятно. В полицию потерпевшие зачастую не обращаются. Стражи правопорядка ситуацию взяли на контроль. По этим фактам проведены проверки. В данной ситуации наши регионы посетили, назовём их, корабейники, которые реализуют этот товар. Лица эти имеют патенты, документы индивидуальных предпринимателей. Товар, мы смотрели документы, значит он имеет технические паспорта, так называемые. К сожалению, просто хотелось бы обратиться к жителям. Первое, что тревогу здесь бить ни к чему, это одна сторона. И вторая сторона здесь в том, что хотелось бы просто остеречь. Вот мы если приобретаем товар в официальном магазине, мы можем его вернуть, мы можем предъявить претензии. Здесь мы покупаем товар с рук и вот наступает обыкновенная опасность. Что же мы купили? Назвать заезжих продавцов мошенниками с точки зрения закона будет не совсем правильно. Скорее, это очень грамотные маркетологи. Законодательство они не нарушают, все необходимые документы и разрешения есть. Полицейские убедительно просят, дабы таких недоразумений не повторялось, не открывайте двери незнакомым людям, не покупайте товары с рук. Ведь гарантировать качество такой продукции вам никто не сможет. Алина Волчейская, Леонид Шишилов, Телеканал Север. Мастера слова и красивого кадра получили награды. В Наринмаре прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Средств массовой информации». Как музыка Баха влияет на рабочее настроение и почему для хорошей газетной статьи не нужен повод? Об этом знают победители регионального конкурса «Средств массовой информации» «Золотое перо». На церемонии заслуженные награды получили авторы лучших работ 2015 года. Домой, 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 домой. Домой, 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 домой. Такие кадры в Наринмаре – большая редкость. Картошку в Заполярье, конечно, выращивают. А вот завести собственную ферму решается далеко не каждый. Именно о тех, кто не побоялся и рискнул, рассказала в своем сюжете Любовь Пермякова. Ее работа была удостоена «Золотого пера-2015». Вы не поверите, наверное, я только что оттуда. Сейчас, буквально полчаса назад, нам снимали снова сюжет. Я думаю, это судьба. Спасибо большое. Актуальное, живое и наболевшее – как правило, таковы критерии призовых работ. Галина Торцева, корреспондент газеты «Выборнау» в своей статье «Шли коровы по Арбату» рассказывала об импортозамещении мясомолочной продукции. Корреспондент и телеведущий Олег Атанзейский показал, как автомобилисты, несмотря на сложнейшие погодные условия, одолевают зимник. О возможностях регионального туризма, непростой ситуации в Ненецкой нефтяной компании, экологической ситуации в округе, обладатели «Золотого пера» рассказали наиболее точно и своевременно. Тем громадье, тем множество, о стольком еще хочется написать, дай бог жизни бы хватило, а 30 лет журналистики уже. Да, в этом году исполняется ровно 30 лет, в 86-м году я пришел в Нарьяновендар. Меня одно беспокоит, успеть бы написать хотя бы от десятой части того, о чем хотелось бы. Без личной заинтересованности хорошая работа не получится. Сходятся во мнении призеры. Читателю всегда важна точка зрения автора на то или иное событие. Есть у маститых журналистов еще кое-какие секреты. Я, например, слушаю хорошо темперированный клавиер в исполнении Глена Гульда. Это произведение Баха. Советую вам тоже это попробовать. Можно Гульда заменить на Рихтера. В Ненецком округе, где сеть интернет развита недостаточно широко, печатные издания, радио и телевидение – главный источник информации. А потому она должна быть достоверной, оперативной и понятной. По количеству полученных перьев наибольшее признание жителей заслужил коллектив газеты «Выборнао». Мы уже в этом новом году отличились. То есть к нам пришло сообщение, что нам присвоен знак отличия, золотой фонд прессы первой степени. Это значит, что мы вошли в тридцатку лучших газет Российской Федерации. Помимо основных номинаций был учрежден специальный приз губернатора. Его вручили коллективу нашей телерадиокомпании за документальный фильм в условиях военного времени. Мы знаем, что мы идем к лучшему, что мы должны и будем жить достойно, потому что не зря 70 лет тому назад наши отцы, наверное, уже прадеды отдали жизнь, и мы это помним. Также губернатор вручил благодарственные письма авторам материалов и проектов, посвященных 70-летию Победы. Валентина Чебичек, Роман Делимарский, телеканал «Север». Русская православная церковь сегодня почитает на вечере Богоявления, крещенский сочельник, день строгого поста. Сны на крещении считаются самыми вещами, а крещенские приметы способны поведать много интересного о предстоящем. В них можно в деталях рассмотреть собственное будущее. Некоторые секреты народной мудрости, которыми издавна пользовались в крещенскую ночь, с вами поделится наша съемочная группа. У праздника крещения, как и у других праздников, есть свои традиции, которые складывались тысячелетиями. Издревле люди готовили себя к крещению заранее. 17 января заканчивались веселые святки, а 18 наступал крещенский сочельник, день строгого поста. Вся семья, как и перед Рождеством, собиралась за столом, которому подавались лишь постные кушания из риса, меда и изюма. Готовилась особенная кутья. Празднику крещения люди тщательно готовились. В домах наводили порядок, полы мыли и подметали. Согласно старым традициям, в полночь на крещение ходили за водой на реку. Уверяли, что в эту пору вода в реках колышется. Подчеркнув воды, приносили ее домой и сохраняли. Считалось, что вода эта может стоять несколько лет в закрытом сосуде, не портясь и обладая целебными свойствами. А еще снег, собранный в крещенский вечер, считали целебным. Им лечили различные недуги. Считалось, что в этот вечер и снег становится целебный. Девушки в деревнях нагребали снег и проводили специальный обряд. Им умывались и при этом приговаривали. Снег, снебушка, мягче станет и мне красоты на белоличико добавит. И верили, что после этого обряда каждая девушка станет еще красивее. Узнать, что наступивший год принесет нашим бабушкам и дедушкам, помогали крещенские приметы. Одним из самых распространенных в селах и деревнях было поверье с петухом. Ровно в полночь брали петуха с насеста и приносили в помещение, где рассыпали зерна. Если же петух не стал клевать зерна, то это предсказывало неудачный год. Два-три зерна быть в новом году двум-трем свадьбам. Если же склевывал все зерна, это к счастью и удаче. С наступлением крещения Господня люди отправлялись в храм к обедне и на великое освящение воды и купания. И хотя некоторые обычаи с годами устарели, неизменно осталось то, что сейчас, как и раньше, чтобы получить результат от крещенского купания, перед погружением нужно произнести молитву и войти в воду с добрыми помыслами. Конечно же, нужно себя готовить к этому, но нужно готовить и к любой встрече с Богом. Когда человек идет в храм, он внутренне, конечно, сверяет свою жизнь мерилом совести. Поэтому, когда иногда видишь людей, приходящих к крещенской купели в состоянии немолитвенном, понимаешь, что человек не подготовился внутренне. Только такое купание принесет очищение не только телу, но и душе. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Накануне крещенского сочельника в Наринмар приехала Кировская ярмарка. Традиционно это продукты для праздничного и будничного стола, коллекция оздоровительной косметики, украшений и подарки. Свежайший мед, рязанская тушенка, мясные рулеты и захлажденного мяса. Кировская ярмарка привезла товары, которых на местных прилавках не найти. Привезла я сегодня, как обычно, уже полюбившиеся на Наринмарцем соленья кировские, цыбочковые, подлётные, также салаты корейские свежие, без консервантов, конфитюры. И основное у нас сейчас мясные деликатесы. На сладкое конфеты из Казахстана, восточные сладости и мучные изделия. Свежие и в большом ассортименте. В период простуд и перепадов температур будет полезным мёд. На знаменитой пасеке Чеботаевых собирают 14 сортов полезного продукта. Есть перга, мёд в сотах, воск. Отдельный прилавок для красоты и здоровья. Большой выбор шампуней лечебных от выпадения волос. Большой выбор бальзамов, маски для лица, для женщин, крема питательные. Потом очень большой выбор лечебной продукции от артрита, артроза, радикулита, мышечных, суставных болей. Впервые в Наринмаре представлена тибетская коллекция украшений из Непала. Сплав меди и латуни славится лечебными свойствами, что делает украшения полезными вдвойне. Натуральные камни и авторская работа не оставят равнодушными ценителей красоты. Я делаю украшения на заказ. Я занимаюсь ремонтами. Приглашаю своих клиентов приходить ко мне приносить на ремонт. У меня просто есть много клиентов, которые приносят, когда я приезжаю. Ярмарка ждёт вас ежедневно в Кармановке с 10 до 20 часов по адресу. Улица 60 лет СССР, дом 2А, Цокольный этаж. По 24 января включительно. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды.